Михаил Хазин. Самовлюблённый павлин. Я крайне негативно отношусь к Андрею Мовчану. Я считаю, что он человек самовлюблённый, очень жадный, крайне циничный и жестокий. Люди для него только источник наживы, и в этом смысле его мнение мне мало интересно. Разбираться, почему ему выгодно пропагандировать то или иное мнение, мне не кажется делом осмысленным. При этом он очень чётко отделяет тех людей, которые являются источником наживы для него и его семьи, и тех, кто ему конкретно нужен и или может нанести ему серьёзный вред. С этими последними он мил и обаятелен. Мне тут давечу прислали ссылку на его статью про капитализм. Если честно, она меня потрясла. Не может человек быть настолько дебилом, чтобы верить в ту чушь, которую он написал. Моим читателям хорошо известно, какие системы создал капитализм в 19 веке, когда ему ещё не было противодействия, как он эволюционировал после появления СССР и как все эти позитивные процессы начали как шелуха слетать после его разрушения. Но прежде чем продолжать, приведу упомянутую статью. Цитирую. Андрей Мовчан Я много чего видел и пережил, но у меня есть дети, и мне жутко. Жутко думать, жутко обвинять или оправдывать, клеймить или защищать. Я могу только изо всех сил, блокируя эмоции, постараться задать себе вопрос, как это возможно, и попробовать на него ответить. Очень многие пишут сегодня, всему виной этот капитализм, когда всё продаётся и покупается, и за взятку можно не заботиться о пожарной безопасности. Нет, это не капитализм, это вы описываете клептократический феодализм, который действительно построен в нашей стране. Можно я расскажу вам про капитализм? Капитализм – это частные надзорные компании, которые лицензированы компактным государственным органом на ведение надзора в области пожаробезопасности, причём лицензии федеральные, а правила их получения очень просты и являются заявительными. Должно быть достаточно сотрудников с личными сертификатами, экзамен на компьютере, достаточный для работы капитал и достаточный объём оборудования. Их несколько, их цены рыночные, за отсутствием сговора следит ФАС, да они и сами не будут сговариваться, всегда найдётся тот, кто продаст дешевле, если это выгодно. Они оказывают услуги по проектированию в части пожаробезопасности, по сертифицированию помещений и по контролю за соблюдением правил. Владельцам здания и арендаторам больше не надо знать безумные противоречивые правила, которые не знают даже госинспектора. Им достаточно и необходимо иметь договор с такой компанией и выполнять её документированные указания. Если владельцу здания не нравится такая надзорная компания, например, ему кажется, что она пытается слишком много взять, он может её сменить на конкурента в любой момент. Деятельность надзорных компаний застрахована в обязательном порядке. Если выясняется, что они допустили у своих клиентов нарушения, вся цепочка от инспектора до директора идёт под суд, и в случае большого ущерба или гибели людей садится в тюрьму. А страховая компания платит жертвам огромной компенсации. Ну, конечно, эксплуатант здания тоже будет отвечать, но только если будет доказано, что он намеренно допустил нарушение требований в явном письменном виде составленных для него надзорной компанией. Изредка компактный государственный орган выборочно проверяет объекты на предмет качества работы надзорной компании и выполнение её требований. Но все свои замечания он адресует именно и только надзорной компанией. Если надзорная компания плохо работает, её можно лишить лицензии через суд. А судья местного уровня выбирается гражданами из дипломированных юристов, они назначаются сверху, и потому местом и репутацией дорожит, и не будет судить по звонку. Да, совсем забыл. Противопожарные нормы и правила, конечно, собраны в едином документе с хорошей классификацией, который легко читаем и исполнение которого легко проверяемо. Да и в других областях, требующих контроля, система такая же. Да, всем надо будет платить надзорным компаниям. Но так устроен капитализм, за всё надо платить. И надзорные компании будут стоить дешевле нынешних взяток проверяющим. Правда, надо будет ещё и выполнять их требования, и это тоже стоит денег. Но это лучше, чем быть убийцами. Капитализм – это муниципальная полиция, подчинённая выборному начальнику, которого знает вся округа. Это полиция, приезжающая мгновенно по вызову и решающая проблемы, а не создающая их. Вот и большинству охранников уже не надо. Потому что зарплата хорошая и пенсия большая. Но важнее всего, соседи всё знают и не простят злоупотребления, халатности, глупости. И да, хорошие зарплаты и пенсии будут за наш счёт. Но капитализм – это когда за всё надо платить. Капитализм – это когда невооружённая огнестрельным оружием охрана не требует лицензирования. Охранников нужно сильно меньше. Полиция работает. И потому на рынке есть конкуренция охранных компаний вместо одной компании, принадлежащей родственнику прокурора. И конкуренция за работу охранником – это когда каждый управляющий недвижимостью может сам организовать охрану, которая не обременена необходимостью соблюдения тысячи идиотских правил, написанных малограмотными героями Салтыкова-Щедрина в погонах, а обременена только обязанностями, вытекающими из общих законов РФ. Плюс несколькими простыми правами, вытекающими из одностраничного закона об охране, типа права отказать в доступе в охраняемое помещение, право воспрепятствовать противоправным действиям с немедленным вызовом полиции или право поверхностного досмотра лица, оказавшегося на охраняемой территории. В этой ситуации охранник будет вести себя так, как того требует заказчик – защищать, а не показывать власть и бояться начальства, а ещё больше – полицейскую крышу. Такой охранник не закроет аварийные выходы, не вырубит сигнализацию и не убежит трусливо, спасая журнал. Возможно, за такую охрану надо будет даже больше платить, хотя вряд ли, но зато она будет эффективной. Капитализм – это отношение доверия между людьми, потому что если тебе нельзя доверять, то ты нищий, никто не заплатит тебе за твой товар или работу. Капитализм – это конкуренция школ, потому что если я имею право выбирать, я не отдам ребёнка в школу, преподаватель которой может бросить его в зале и уйти за покупками, так же, как не отдам его в школу, в которой надо звать родителей для присмотра за пошедшими организованной группой в кино детьми. Да, мне надо будет платить за школу, иначе как я смогу выбирать? Да, да, при капитализме мне надо платить за всё, даже за телевидение. Но зато телевидение не будет внушать мне ненависть к внешнему миру в угоду обидчивому вождю. Оно будет убеждать меня, что все должны сотрудничать, потому что это выгодно рекламодателям и мне, как продавцу своих услуг. И я не буду потом запирать детей в зале, как заключённых, потому что для меня люди – мусор. Если система работает для того, кто ей платит, а в криптократической феодальной России за всё платит государство, а деньги оно берёт от продажи нефти, и потому всё работает на него, включая губернатора Тулеева, он и извиняется за детские жизни перед Путиным, поскольку Путин – это государство, и оно ему платит. Поэтому мы в России не граждане, мы демография, причём плохая, и сжечь нас не стоит только потому, что она плохая. Сегодня в России вся система власти, вся система государства, вся инфраструктура, вся социалка финансируются не мной, не народом, а продажей нефти. Знаете, какая корреляция доходов бюджета с ценой на нефть? 98%. Знаете, сколько составляет подоходный налог в доходах бюджета? 9%. Из которых половина – подоходный налог чиновников, бюджетников и работников госкомпаний, и ещё 20% – налог с работников частного нефтегаза. А знаете, сколько составляет налог на прибыль? 10%. Из которых 50% – налог с государственных компаний, и ещё 25% – налог с негосударственных нефтяных компаний. А сколько у нас людей получают зарплату из бюджетов? 28% – трудовых ресурсов. А сколько работает на госкомпании подрядчиков? 10%. А сколько работает в нефтегазовом секторе? 5%. А в торговле? 9%. Итого 53% трудовых ресурсов не только не платят государству, оно платит им. А знаете, сколько у нас официально работающих? 65% трудовых ресурсов. Итого, платят государству даже наши маленькие налоги, реально, 12% трудовых ресурсов. Так что нечего. Не вы девушку ужинаете, не вам её и танцевать. Ничего удивительного. Мне удивительно другое. Мне удивительно, что привлекательное за меня платят в психологии российского общества, перевешивает леденящие душу, за меня решают. Меня ни в грош не ставят. И я получаю всё низшего качества. Я хочу капитализма. И я хочу платить. Я хочу, чтобы у систем, которыми я пользуюсь, был только один источник дохода. Я и мои сограждане. Тогда я буду клиентом. И меня будут обслуживать. Но как много поднимется рук за, если я скажу, в нормальных странах подоходный налог от 20 до 45%. Даже в Китае так. Давайте платить подоходный налог 30%. Налог на прибыль 30%. Все доходы от нефти и газа вместо бюджета пустим напрямую в пенсионный фонд и резервы. Заведём в Россию все свои офшорные сбережения. Но мы требуем выборности местной власти и судей, муниципализации, полиции, коммерциализации всех проверяющих органов, независимости образовательных учреждений, лимита на количество бюджетников в 10% от трудовых ресурсов, парламентскую республику и создание временного чрезвычайного комитета по реформе законодательства с минимумом 51% иностранных специалистов. Я думаю, очень мало. Вы смотрите российское бесплатное, оплаченное государством телевидение? Нет? Почему? Дурно пахнет. А помните, сколько раз вы спросили у меня, как можно посмотреть дождь бесплатно, при его стоимости в полтора рубля за 300 лет? Как много людей, даже из записных либералов, готовы сказать хотя бы «я плачу за дождь, потому что я поддерживаю независимые СМИ, даже если мне оно не очень нравится». Так вот, все за что платит государство, если только его источник не ваши налоги, и если оно вам не подотчетно, по определению пахнет так же, как НТВ. И президенты, и губернаторы, и поздноотзор, и внешняя политика, и дума, и так далее по списку. В этом корень проблемы, а все остальное коррупция, произвол, автократия, разгильдяйство, агрессия, бесчеловечность и бессмысленность – лишь следствие. И пока так будет, ничего не изменится, какой бы ни была фамилия президента, губернатора или пожарного инспектора. Конец цитаты статьи Мовчана. Собственно, в конце становится понятно, что этот текст, скорее всего, продиктованной трагедией в Кемерово – чистая агитка. Трудно ожидать другого от человека, который находится на жаловании в американской структуре фонд Корнеги. Но если честно, то я желал увидеть в тексте, который по формату проходит в жанре «крик души», меньше пропаганды. Но напомню, что Мовчан не посещает в США те места, где живут люди, которые получают доход на уровне среднего дохода граждан России. Потому что там идиллическая картинка, которую он пытается изобразить, зачастую не работает. Аргументы о том, что мы не культурные бездельники, я с негодованием отметаю. Просто потому, что за 25 лет у нас из страны вывели 2 триллиона долларов, которые даже в прямом расчете дают существенную прибавку в доходах. Не забудем, что большая часть себестоимости любой продукции – это зарплата. И вывели, что характерно, куда? А вот ровно в тот «красивый капитализм», который так хвалят Мовчан. То есть речь идет о банальном грабеже. А грабители, как известно, всегда любили говорить красивые слова. Самое смешное, что по мере развития кризиса в США и на капиталистическом Западе вообще, все эти красивости, которые требуют денег, которых у людей нет, исчезнут как дым. Но Мовчан об этом не думает, поскольку убежден, что для себя и своей семьи он денег раздобудет. С учетом той деятельности, которой он занимается, спекуляция на фондовом рынке, в том числе с привлечением чужих денег, в общем, в это можно поверить. Но скажем прямо, с американскими благородными жуликами, описанными о Генри, у него мало общего. Причем как раз в части благородства. Это видно как раз потому, насколько пошлой у него получилась агитка. Я, кстати, тут тоже выгляжу не лучшим образом, поскольку этот текст тоже чем-то напоминает агитку, но я-то вынужден отвечать на формат. А вот Мовчана никто за язык не тянул. А потому есть два варианта объяснения появления такого пошлого текста. Либо он действительно в эту чушь верит, то есть все-таки туповат. Либо же это крик души человека, который очень хочет из нашей дикой и злобной страны убежать в цивилизованный рай, но там ему никто денег не дает. А без денег там получается не рай, а полный кошмар. И в этом тексте он дает выход той ненависти, которую испытывает к нашей стране, в которой вынужден жить сам и, главное, держать своих детей. Впрочем, желающие могут дать свою интерпретацию этого выдающегося в своем роде текста. Я-то считаю, что надо улучшать жизнь в своей стране, а не бредить с золотым городом где-то там, особенно с учетом того, что любой трезвомыслящий человек понимает, что такого города в природе не существует. Михаил Хазин. Читал Павел Иванов. Специально для информационной сети «Аврора». Продолжение следует...